В течение двух дней представители Всемирной Организации Здравоохранения изучали воронежский опыт борьбы с туберкулезом. В основном это были гости из Индии, второй страны мира по численности населения, где ежегодно умирает от туберкулеза от 300 до 400 тысяч людей, что составляет четвертую часть от всех мировых потерь человечества в борьбе с этим тяжелейшим недугом. В последние пять лет достижения Воронежской области по профилактике и лечению туберкулеза были замечены не только в России, но и у зарубежных коллег. А главный врач Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Пахвистневой Сергей Корниенко не раз выступал с высоких трибун на международных симпозиумах и семинарах. Мне очень понравился один из последних слайдов, на котором вы показывали данные по распространенности туберкулеза. И я заметила, что ситуация, которая отмечалась в начале 2000-х годов, когда распространенность достигала 200 с чем-то на 100 тысяч населения, это практически то же самое, что сейчас есть у нас. И тот факт, что вы смогли так серьезно изменить эту ситуацию, переломив ее к лучшему, дает нам надежду на то, что мы сможем сделать то же самое и у нас в стране. Представители Индии особенно интересовали подробности организации работы противотуберкулезной службы Воронежской области в сфере контроля и борьбы с опаснейшим заболеванием. Скажите, пожалуйста, вы отметили, что у вас в области проводится активное выявление случаев с помощью флюорографического обследования. Вы сказали, что 85% населения охвачено таким видом скрининга. А скажите, пожалуйста, как вы это делаете? Это какие-то выездные бригады выезжают по населенным пунктам или как организован процесс. Последние 30-40 лет в России является как бы своего рода традиционным. И тот резервуар, который достался нам со времен войны, допустим, послевоенных времен, когда страна находилась в достаточном таком дефиците средств, сил, возможностей. На сегодняшний день эта ситуация нивелируется чем? Значит, в каждом лечебном учреждении, общей лечебной сети установлена программа, конкретная программа мониторинга. И все те люди, которые проходят ежедневно флюоросмотр в поликлинике или участвуют в массовых осмотрах на туберкулез, которые осуществляются в сельской местности больше. Каждый день эти данные фиксируются. И конкретно каждый врач, участковый, руководство больницы и противотуберкулезная служба конкретно знают эту ситуацию, которая отражается каждый день в мониторинге. И мы знаем абсолютно, кто прошел и кто не прошел. Это флюорофические осмотры. А дальше уже срабатывает принцип, ну, объяснительно-санитарно-принудительный. Когда людям объясняют так красиво, добровольно, чтобы они пришли на флюорофию, что они приходят на этот осмотр, понимая, что их неприход на эту процедуру наносит ущерб не только их здоровью, но и наносит ущерб здоровью окружающих. У меня вопрос о межведомственном сотрудничестве, о котором вы упомянули в своей презентации. Я думаю, что одна из самых важных вещей – это получить неизвестные люди, которые участвуют в ТБ. Поэтому я бы хотел услышать немного о том, как вы пошли на этот процесс с работой, социальной защитой и, я думаю, миграцией. Очень важно привлечь на свою сторону всех людей, которые заинтересованы вот в таком улучшении ситуации. Пожалуйста, расскажите, как вам удалось привлечь на свою сторону представителей самых разных ведомств, включая организации по миграции, по трудоустройству и так далее. Был сдан нормативный документ, согласно которому в каждой территории Российской Федерации должна быть создана областная межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом, которую возглавляет первый вице-губернатор территории. В состав комиссии, помимо сотрудников герционной службы, входят надзорные органы Российской Федерации. Это Роспотребнадзор, Росздравнадзор, органы милиции или полиции, органы социальной защиты, органы оказания ветеринарной помощи, школы, образование, культура, главы администрации всех сельских и городских управ. То есть там присутствует административный ресурс и руководители крупных предприятий и организаций. Конечно, дополняют эту палитру медицинские работники, главные врачи, главный тезиатор. И дальше, при каждой комиссии, комиссия собирается минимум один раз, не реже одного раза в полгода, чаще можно, куда выносятся острые вопросы, которые требуют принятия каких-то решений. В большинстве случаев эти решения направлены на привлечение дополнительных денег на приобретение противотуберкулезных препаратов или приведение материально-технической базы службы в тот тормотив, в котором она должна находиться. Ситуация в Индии настолько серьезна с заболеванием туберкулезом, особенно в густонаселенных районах городов-миллионников, что коллеги из Индии буквально забросали наших специалистов вопросами, в том числе и о профилактике этого страшного заболевания среди детей. Для того, чтобы достичь снижения, минимизации случаев заболеваний детей туберкулезом, в Российской Федерации вот уже на протяжении, наверное, почти 50 лет существует встроенная система, которая практически и не претерпела больших изменений по профилактике туберкулеза среди детей. Вы видите на слайде, прежде всего, это вакцинация БЦЖ, которая проводится всем новорожденным и детям первого года жизни. И второй раз мы ревакцинируем неинфицированных в возрасте 6-7 лет. Второе направление нашей работы – это иммунодиагностика туберкулеза. И следствием иммунодиагностики – это скрининговый метод среди детского населения, так же, как и среди взрослых, это флюорографическое обследование, как говорили, в отношении детей – это иммунодиагностика. И цель иммунодиагностики является выявление детей с латентной туберкулезной инфекцией с высоким риском по заболеванию туберкулезом. И в результате этих мероприятий мы, выявляя детей с высоким риском, это четвертое направление, проводим превентивные мероприятия, предупреждая заболевания этих детей туберкулезом. Однако профилактика заболеваемости туберкулезом среди детей в нашей стране начинается с женских консультаций. Эта работа начинается еще до рождения ребенка. Тогда, когда женщина первый раз становится на учет женской консультации по беременности, мы заставляем всех членов семьи пройти флюорографическое обследование. И если кто-то уклоняется на раннем сроке беременности из родственников, то у нас есть несколько месяцев для того, чтобы все-таки к моменту рождения ребенка иметь четкое представление об эпидокружении будущего новорожденного. Гости из Индии завершили визит в нашу страну словами глубокой благодарности воронежским специалистам за оказанный прием и очень полезную информацию о профилактике и лечении туберкулеза – одной из самых страшных болезней в истории человечества.